Далее я тоже понимаю, что означенная цитата из его, как говорится, записи в ВКонтакте, это всего лишь повод, это понятно, что речь идет гораздо более серьезно. Да я согласен, что убираются возможные случайности и сбои в условиях вот этого транзита власти, в условиях вот этой заморозки и очень-очень тяжелого такого похмелья военного, или послевоенного, или межвоенного. Так что надо это, безусловно, учитывать. Да и сам Стрелков говорил, что если власти высшие шелоны рассчитаны на победу, он поедет на фронт, а если нет, он поедет в тюрьму. Ну вот, собственно говоря, он сам такой расклад и давал. Вот, мы тут действительно, ну я тоже в группе риска, чего скрывать, я в том же клубе состою. Вот, а делай что должен, судьбы не уйдешь, но делать надо. Мы тут собирались, мерковали, что наметили план, потому что Игорь Иванович надо защищать, надо его вызволять, безусловно. Многие наблюдатели, пользуясь случаем, хочу сказать, выразили страшное, что мы трусы, что мы вот только за такие вот законные методы. Я хочу специально пользоваться случаем сказать вот таким диванным экспертам, шашечникам. Вообще-то решение принимали ребята, которые были на фронте, или лимоновцы, которые, в принципе, половину из них пересидел, это люди очень, и воевали, и ходили на акции без всяких санкций, и у них половина пересидела, поэтому решили сейчас Игорю Ивановичу не навредить. И поэтому все подзуживания сейчас буду рассматривать, провокацию удалять. Вот. Пока работаем, есть, собственно говоря, что сказать, адвокат у нас будет действительно на РОЙ-ТВ Игоря Ивановича. Да, Лёв, я слушаю. Я хочу только добавить. Те, кто говорит о некоторых, о каких бы то ни было активных действиях, в лучшем случае не понимают одной единственной малоприятной вещи. А любые активные действия в данной ситуации будут с радостью приняты действующие, подчеркиваю, активные, именно активные, отдельно от другого. А любые активные действия, как бы незаконные, экстралегальные, в защиту Игоря Ивановича будут восприняты нынешними властями как подарок. Во-первых, они развернут ту же волну, что в своё время против Вагнера, которую, кстати, подхватил и сам полковник Стрелков, что вот вы видите, они готовы расшатать страну, нанести удар. Это мятежники, они куплены врагом. И тут даже подключатся известные телевизионные специалисты, и достаточно быстро окажутся вот эти вот люди, которые активные действия в качестве недопустимых радикалов, мятежников и так далее. И будут раздавлены, потому что вот к чему, к чему. А к этому система готовится. Ты же видишь процессы, которые идут в силовых структурах, предназначенных для подавления мятежей внутри страны. Фактически сливаются воедино. Ну, скажем так, чтобы никого не обижать. Преторианцы и дикая дивизия. Фактически... Фактически... Фактически показывают... Фактически народу показывают потенциальный резерв власти. Когда на улицу выпускают, скажем так... Ну, не знаю... Большие колонны митингующих гостей столицы, которые кричат, идут, ничего не грабят. Но они идут, кричат, а стражи порядка на них не воздействуют, подчеркнуто. Совершенно четко нормальные люди, понимающие, читают намек, что если вдруг против власти что-то начнется, то в городе могут начаться погромы, подавлять которые у правоохранителей сил не будет. Не играйте с огнем. Это, кстати сказать, дополнительное соображение, ради которого умные власти очень многих стран запускают к себе мигрантов. То есть, чтобы в нужное время организовать беспорядки, на волне которых можно зажимать гайки дальше. И поэтому я считаю, что избранная вами линия поведения на данный момент, когда всего лишь несколько дней ситуации, очень разумна. Пусть сейчас работают адвокаты. Ваша задача, на мой взгляд, по крайней мере, как бы я посоветовал, максимально расширять гласность вокруг этого дела, чтобы каждый шаг, каждое слово были известны. Защищать патриота-офицера, каковым безусловно является полковник Стрелков. Защищать человека безупречного патриотизма, а это у полковника Стрелкова есть. И как бы усиливать то, очень высильный, горизонтальные контакты. Может быть, может быть, на мой взгляд, вы несколько погорячились, снимая КРП с никнеймов. Я не знаю, как это называется. Но если такое решение было принято коллегиально, то тут я просто не знаю. Если оно есть, объясни. Если оно коллегиально, можешь и не объяснять, потому что общее решение не обсуждается. Никто не принимал такого коллегиально. Все, кто хотел, оставил. У меня все материалы в Телеграм-канале или на моих пабликах, как нынче говорят о моих ресурсах, идущие по тематике КРП, идут со решеточкой КРП. Я не снимал. Ну, такие случаи. Ну, бог с ним. Мы отвлеклись. То есть, тот, кто снял, снял исключительные соображения, как бы, ну, лучше не отразнить гусей. Да, как бы чего не вышло. Совершенно верно. Зафиксировали. Просто зафиксировали. Кстати, нашим зрителям есть смысл очень-очень сильно запомнить этот момент, что коллегиального решения не было. Если кто-то снял, он снял по каким-то личным соображениям, чтобы, если что, остаться чуть-чуть стороне. Замечательно. Прошу запомнить. Это важно. Так что, нет, спасибо большое за, так сказать, слова, нас поддерживающие. Вот, так что, еще раз говорю, некоторым нас подсуживающим и пытающимся оскорбить, обвинять в шкурности, в страхе за свою задницу, извините, людей, которые сознательно шли иногда на тюрьму, и сами пошли на фронт рисковать своей жизнью. Но это, как минимум, за такое будет жесткая кара в виде бана. Сейчас главное не навредить Игорю Ивановичу. И еще, я вот специально для, тоже, как бы, истории. Вы помните такого министра обороны США Макнамарова, Роберта Макнамарова, ну, классическая эпоха 60-х годов. Макнамарый разработал лесенку ответов на угрозу. Потому что выяснилось, что если есть какой-то конкурс с Советским Союзом, ну, что сразу ядерное оружие применять? Нет, было сделано вот это, вот это, вот это, лесенка эскавации. Зачем я это вам рассказываю? Чтобы вы подумали. Вот. А сейчас у нас есть, так сказать, есть законные методы, собственно говоря. Отставим меня к Игорю Ивановичу. Мы это будем сейчас делать. Да, Лев, извини, перебил тебя, дорогой. Ну, надо было... Нет, ты меня не перебил. Ты меня категорически не перебил. Единственное, что я тебе скажу, что в таких ситуациях ты сказал, что рассматриваешь банк как наказание. Я бы не сказал, что с моей точки зрения, во всяком случае, в моей практике, в данном случае банк не наказание кому-то, что мне до этого кого-то, а очищение себя. Ну, я, как сказать, что же говорить, а в ГАИ еще повторяю, даже в группе риска я никогда не открещусь от своего друга и соратника. Ну, смотри, нет, тут очень, еще раз повторю, очень важно, что ты раскрыл серьезный вопрос очень подробно, который кажется мелким, на самом деле, не мелкий, что исчезновение вот этой вот бирочки это не общее решение. То есть, просто теперь люди знают, что тот, кто убрал бирочку, тот струсил, тот, в крайнем случае, попутчик, но спиной лучше не оборачиваться. Кто не убрал, тот соратник. Ну, что ж, я думаю, мы сейчас, как говорится, этот вопрос с тобой хорошо осветили, будем работать, делай, что должен, и будь, что будет. Вот, всех прошу следить, естественно, за новостями. Один из пунктов плана у нас максимальная гласность, развертывание компаний, все понятно, так сказать. Но есть второй вопрос, еще один злободневный, поскольку через два дня, на вторые сутки после ареста Игоря Ивановича состоялась встреча Александра Григорьевича Лукашенко и Владимира Владимировича Путина, на котором Лукашенко сделал известное заявление, что вот, Вагнер вот меня беспокоит, Вагнер очень хочет пойти на экскурсию на Запад, вот, на Жешу, соответственно, польские части, которые идут, так сказал Лукашенко, вооружение, боеприпас, ну, помощь, естественно, вот, что ему все-таки сложнее их, так сказать, сдерживать и прочее, прочее. Вот, и как к этому относиться? Потому что я вот уже попробовал немножко в своем телеграмме проанализировать, не знаю, видел ли ты, что 10 тысяч человек, даже если им вернут тяжелую технику для рейда на Жешу, это узел транспортно-логистический, это очень мало. Вот, поляки, в общем, при всем, так сказать, при всем негативном отношении вот такой вот панской Польши драться не умеют. И 10 тысяч это мало для того, чтобы сделать такой рейд. Ну, к чему я говорю, даже если вот говорят, если взять за правду то, что чуть ли не тактическое ядерное оружие, то нападение все-таки, рейд на страну НАТО, типа Польши, все-таки непредсказуемые последствия. Я понимаю, что Запад может не погибать, не рискнуть погибать за Польшу, как он не рискнул погибать в сентябре 1939-1939 года, но все-таки, мне кажется, это не научная фантастика. Лукашенко, если я сейчас напомню, Владимир Владимирович сказал, что Польше мы подарили щедро с барского плеча при старении, вот, и Лукашенко же заявил, что в случае, если Польша будет аннексировать Галицию, Галичину, Запад Украины, Белоруссия готова помочь. Ну еще, да, и сразу же стали сделать вывод, что Вагнер, видимо, может в Галицию, к Ольвову. Опять же, 10 тысяч маловато. Я служил там в сержантской учебке первые полгода, я эту горно-лесистую местность помню великолепно, я по ней бегал. И там в 10 тысяч лягут очень быстро. Западно-украинские, это знаю, боевики тоже дело знают, и, так сказать, армия ВСУ тоже дело знает. Если допустить, что Польша вошла, и там началась партизанская война против Польши, Ивандер пришел как помощь, но, честно говоря, в свете всех событий я рассматриваю это как тоже фэнтези. Я считаю, вот мое мнение, Лев, что это все-таки игра на нервы. И до реальности там огромная дистанция. Но не знаю, это вот мои собежения. Что ты думаешь по поводу всех этих намеков непрозрачных? Вот давай попробуем рассуждать. Сразу, мое отношение к личности Александра Лукашенко полагаю ни для кого ни секрет. Оно было таким, когда я еще даже не знал, что такое интернет. Оно такое с первого дня моего пребывания в интернете, и оно остается и только укрепляется. Я не раз мотивировал, почему оно такое. И может быть одна из тех тем, по которым я резко расхожусь с Игорем Ивановичем Стрелковым это взгляд на лично Лукашенко и построенную им страну. Давайте исходить из этого. Кому не нравится, принимайте как есть. Другого нет. Дальше. Вот визит. Я бы обратил внимание на то, прежде всего, что этот визит не однодневный, а двухдневный. То есть обсуждаются большой, большой спектр вопросов. Второе. Я бы обратил внимание на такой протокольный нюанс. Они ехали в одной машине. С точки зрения протокола это не положено. С точки зрения характера высшего руководителя Российской Федерации это как бы непредставимо. Потому что он очень очень тяготеет к строгому византийскому церемониалу. О чем говорит сам этот факт? Этот факт безусловно сам по себе намек. Намек на близость, намек на доверительность, намек на то, что даже и потом обрати внимание выход к людям. То есть в общем-то когда говорят о двойниках, двойниках, том-сем Лукашенко с двойником к людям бы не вышел. То есть визит настолько важен, что они вдвоем выходят к людям без всяких карантинов. Понимаешь? Поэтому я считаю, что этот визит реально в складывающейся ситуации важен. Второе, я редко смотрю выступления высшего государственного лица Российской Федерации, но в нарезках, в важных нарезках смотрю. Беру их, кстати, на белорусском телевидении, где не комплементарность дают, а важные действительно нарезают моменты. если ты обратил внимание, в недавней, в свежем, последнем, крайнем, как угодно скажи, выступлении президента Российской Федерации прозвучали слова. Первое, Польша приросла немецкими землями, а ее запад, а и Крес то есть с Польшей щедро расплатились за то чужое, что она захватила. Раз. Второе, на атаку против Белоруссии Россия будет отвечать как на атаку против себя. И, конечно, можно сказать, что у высшего государственного лица Российской Федерации слово с делом очень часто расходится. Ну, помнишь, мы будем стояться с плинами и так далее, и красной линией, но на сей раз это подтверждено фактом наличия на территории Белоруссии ядерного оружия и оглашенным, и вот уже подтвержденным Москвой фактом, что применение ядерного оружия при опасности зависит только от Минска. Если московское руководство считают рассчитанным, то Лукашенко считают непредсказуемым. То есть я рассматриваю заявление Россия будет защищать как себя, как карт-бланш Минску на использование всех тех ресурсов, которые Россия ему предоставила технических и людских. Попри все, мы, шановные глядачи, выстояли и обовязково переможемо, бо разом мы сила. Подписывайтесь на канал, ставьте вподобайку, пишите свой коментар и подширьте эту информацию.